С другого конца города с пересадкой два раза в неделю. Уже 10 лет Татьяна Владимировна связана с приютом Ласка. Раньше работала в Шишковке. Сейчас пенсионер помогает тем, кто мог бы всю жизнь просто лежать в клетке. В основном это сбитые собаки. Мэтт на коляске уже больше 9 лет. У таких собак шансы обрести семью почти нулевые. Больше их жильчея. Эти как-то могут и сами побегать туда-сюда. А этих надо как-то и сенце полиры почистить, сено положить. Ногти обстричь. У них же растут, они не бегают сами. Помощь Ласке оказывают не только кураторы-опекуны или попечители финансово, но и кураторы-проводники. По-другому дрессировщики-любители. В середине октября здесь, в Ласке, откроют уличные секции выгула и дрессировки. А также вот этот теплый зал для занятий за счет президентского гранта. Все это сделано для того, чтобы собаки социализировались, держали дисциплину, занимались с зоопсихологом. Кто-то занимается с кинологами, кого-то забирают в ездовой спорт. Сейчас около 100 собак Ласки уже обрели своих кураторов. Примерно три сотни четвероногих еще ждут своих двуногих друзей. У нас когда обращаются они в центр, желающие заниматься волонтером, мы говорим, вот есть какие-то направления, что вам ближе, что вам интереснее. И исходя из этих потребностей подбирается собака. То есть у нас администратор зооцентра смотрит, ага, вот эта собака способна этим заниматься. И вот она предлагает, вот выбирайте из этих собачек, если вот этим направлением занимаетесь. Студентка Ангелина и ее хвостатый ученик знакомы полгода. У безымянной дворняги появилось имя, навыки в дрессировке и хоть какая-то радость в жизни. Она попала по обычному отлову, получается, и все там с улицы, социалистическо, поэтому ее и зовут Сойка, потому что на С. У меня в планах, в принципе, забрать какую-либо собаку из приюта, но, скорее всего, это будет Сойка, потому что я с ней уже очень давно занимаюсь. И даже если куратор когда-то исчезнет из жизни питомца, его уход будет не так страшен, как то, что человек вообще мог не случиться в жизни собаки. Ведь даже короткие встречи делают и собак, и нас добрее. Собаки не сидят целый день в клетке или в будке, что они бегают, двигаются, что им радость, мне от этого тоже радость. Ее жизнь с моим приходом очень сильно изменилась, она начала радоваться. У нее какой-то появился смысл того, чтобы вообще куда-то ходить, выходить, гулять. Так это самое главное, что кому-то нужен. Так живешь, как говорится, не богу свечка, не черт, а кочерга. Что хорошего в жизни? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.